Сегодня тема у нас это данные, которые необходимы для управления процессами технического обслуживания и ремонтами оборудования. Соответственно, мы рассчитываем на аудиторию, которая понимает, что такое данное, зачем они нужны для систем управления ремонтами. И так или иначе, хотим обсудить наши подходы, которые мы рассказываем на очных семинарах. Собственно, первая такая тема – это справочки и данные, некие такие общие положения, чтобы разделить терминологию и наши подходы к организации процесса сбора данных. На наших семинарах, на очных и на выездных, мы обычно достаточно долго, в течение нескольких дней, пытаемся раскрыть такую тему – это переход от описания оборудования, то есть технических объектов, железок, трубопроводов, двигателей, зданий, сооружений, из документации в виде каких-то записей, в нейтронных таблицах, в базах данных, в системах АСУ ТАИР. И, собственно, сегодня у нас такой вот фристайл, как мы называем, на тему подготовки данных для, собственно, описания оборудования и прочих объектов, которые необходимы для запуска систем управления ремонтами. То есть, соответственно, первый такой переход – это когда от оборудования, от железок, мы получаем документацию техническую, и задача проектной группы, либо специалистов по ведению данных каким-то образом преобразовать ее в электронные таблицы, в базу данных, соответственно, для того, чтобы они уже были именно информацией в некой системе. Сегодня мы не будем про это говорить, но обычно мы дальше развиваем тему – это управление процессами, то есть некий бизнес-процесс управления ремонтами уже, соответственно, тема выбор и внедрение систем АСУ ТАИР. Ну и наша там традиционная тема – это организация планирования, то есть как организовать процесс планирования в этих информационных системах с использованием этих данных, которые мы насобираем на этапе паспортизации и создания НСИ. Соответственно, такая упрощенная картинка, которая рассказывает о том, зачем нужны данные. Есть определенный цикл управления работами, то есть первое – планирование, затем выполнение работ, учет работ, анализ и некие алгоритмы планирования происходит в неком цикле. Чтобы этот цикл заработал, соответственно, нужны данные по оборудованию, данные по стоимости ресурсов, подрядчики, часы, запчасти, ну и некие финансовые данные по стоимости этих ресурсов, чтобы планирование выражалось в деньгах, так или иначе. Зачем еще нужен такой подход к описанию НСИ? Есть сейчас тенденция выведения таких служб управления данными, поддержка НСИ, некие отдельные подразделения, и, соответственно, обычно на семинарах мы это рассказываем достаточно детально. Есть именно бизнес-процессы, в которых, собственно, сам процесс введения НСИ выполняется каким-то человеком, определенным либо отделом, либо там роль в некой системе. Соответственно, мы пытаемся рассказать о том, что такое данные, значит, соответственно, как правильно организовать процесс их первоначального сбора и введение на этапе эксплуатации информационной системы. Соответственно, еще какие общие такие положения связаны с НСИ? И даже самые простые системы информационные ASU TAIR, они требуют для своего запуска, для эксплуатации, в принципе, достаточно большого количества, как мы называем, информационных сущностей, то есть справочников, данных, внешних каких-то справочников, классификаторов, для того, чтобы пользователи при старте системы, они начинали не совсем с нуля эксплуатацию, а уже с какими-то предзаполненными сущностями, данными, справочниками для начала своей работы. Ну вот, в наших текущих проектах есть такой перечень типовых справочников и данных, которые нужны для запуска практически любых систем в ASU TAIR. Он насчитывает около 70 сущностей, то есть начиная от классификаторов оборудования, заканчивая классификаторами симптомов, дефектов, отказов. То есть достаточно большой массив справочников, которые должны быть подготовлены для загрузки системы управления и ремонта. Ну, соответственно, мы понимаем, что поскольку оборудование изучается, соответственно, показателей, описывающих это оборудование, может быть достаточно много. То есть первая задача на таких проектах – это разделить оборудование по таким классам, видам, типам, с тем, чтобы унифицировать информацию, которая необходима для описания определенного класса, вида оборудования. То есть на это уходит обычно много времени. Поскольку если брать среднюю производственную компанию, то по нашей практике таких вот классов, именно разных типов оборудования, насчитывается до 80. То есть если мы берем киповскую часть, данные, здания, сооружения, сети, трубопроводы, механическое оборудование, то есть если так задастся целью себе описать все эти объекты, это порядка 80 разновидностей оборудования. Связанная задача с описанием оборудования – это описание планов, то есть стратегии и видов обслуживания этих объектов. И здесь важно понимать, что в зависимости от вида оборудования, набор вот этих видов классов обслуживания может там быть достаточно большим. И задача отдела по подготовке данных, мы будем называть нас всех МСИшниками, это правильно подготовить данные для загрузки в некую систему, тем, чтобы это было реально удобно использовать на этапе планирования. Субтитры создавал DimaTorzok